Армейцы на передовой готовятся к осенне-зимнему периоду и особенно тщательно оборудуют свои укрепления, причем не только практично, но и креативно. У кого блиндажи, как дом родной, расскажет Геннадий Вивденко. Это претендент на образцово-показательный блиндаж для всего Северо-Восточного фронта. В одной из лесопосадок Луганской степи, вблизи поселка Крымское, украинские бойцы выстроили себе новый блиндаж. Утеплитель, обшивка, отражатель, всегда горячая вода, нагреватель старый боевой проверенный. Четвертый год буржуйка отличная, работает хорошо, прекрасно. Большое спасибо этим людям, которые это сделали. Волонтеры? Волонтеры, да. Особая гордость душевая топтун. И экономия, и утренняя зарядка для личного состава опорника, взводного опорного пункта. Душевая топтун, вот, тоже, и это сами ребята там сделали. Очень прекрасная вещь, смотрите, все очень просто делается. Вот вода, вот мочок, и вот, пожалуйста, мыться. Им юмор и жить и воевать помогает. Нет возможности посмотреть телевизор, нарисовали его на плакате. Там в экране командир опорника Павел с позывным «Казах». Они сделали здесь пацаны телевизора нету, вот смотрите, казахцы телевидение, вот. Это прикол просто такой, ребята пошутили. Весь мусор собирают, вывозят. Командир строго следит. Пластиковые бутылки сдают в тылу, в Северодонецке. Побратим Павло Виктор отмечает, все это несмотря на то, что бои под Крымским продолжаются. Для них перемирие – это, ну, порожная слава. Как надалее, они порушивают его. Стрелка дня, случайно, крупнокалибрный. СПГ, РПГ-7. Ну, то есть, они используют все, что могут. Грядет похолодание, но топливный запас уже есть. На этой передовой позиции у поселка Крымское главное приготовили загодя. Пока сентябрьская жара, насушили бревен, нарезали, нарубили дров. К холодам готовы. Не отстают наши бойцы и на Донецком направлении. Под Красногоровкой приглашают в блиндаж класса «Люкс». С того времени, как мы приехали сюда, решили сделать из него человеческое что-то такое, чтобы можно было жить. Многие бойцы на этом опорнике, на гражданке, были строителями. Они и сделали в укреплении то, что в обиходе называлось «Евроремонт». Евро, не евро, но мы сделали, чтобы можно было в это время, которое мы здесь, чувствовать себя немножко как бы по-домашнему. Это напоминает популярные телепередачи о ремонтах. Все практично, с выдумкой, со смекалкой. Здесь даже плинтусы есть под слоями сверху из бревен и бетонных плит, защищающих от обстрелов. Обшито доской, плюс металлом, где буржуйка. Это, скажем, опасная зона такая, для своей безопасности. Для защиты и комфорта вокруг буржуйки, мелкие камешки. У каждого вмонтированы свои розетки для личных гаджетов. Есть компьютер и стереосистема. Все это помощь бригады, волонтеров и личные средства. Минобороны объявила конкурс по всей линии фронта на лучший взводно-опорный пункт. От Приазовья на юге до станицы Луганской на севере. Второе место – 80 тысяч гривен, третье – 60. При определении победителя учитывается качество блиндажей, траншеи, душевых, санузлов, мест хранения оружия. Результаты конкурса командование обещало объявить через месяц. К началу холодов на фронте. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей.